Как минимум 24 человека погибли и более 150 пострадали от сильных лесных пожаров в Греции. Они вспыхнули недалеко от Афин. Греческое общественное телевидение уже называет случившиеся национальные трагедией. Местные власти ввели режим чрезвычайного положения. В тушении пламени участвуют сотни пожарных, в том числе на самолетах и вертолетах. Как заявил греческий премьер Алексис Ципрос, ситуация вышла из-под контроля. Тему продолжит Елизавета Хромцова. Главный символ Греции – Акрополь заволокло смогом. В столичном регионе режим чрезвычайного положения. Стихия охватила Атику после того, как в регион пришла аномальная жара. Столбик термометра в последние дни показывал отметку 40 градусов. На тушение лесного пожара направили десятки бригад, но остановить огонь им помешал сильный ветер. Из-за него пламя перекинулось на жилые дома. Из прибрежной зоны людей эвакуировали по воде. К счастью, есть море. Нас эвакуировали по воде, потому что огонь преградил нам путь. То, что я увидел, напомнило мне гибель Помпея. Я сказал, боже, надо спасаться бегством. Просто ужасно. Стихия уже унесла более 20 жизней. 70 человек оказались в больницах с ожогами и отравлением угарным газом. Ноги в тяжелом состоянии. Огонь шел на нас так быстро, мы даже не понимали, что происходит. Я впервые в своей жизни увидела что-то подобное. Я бы хотела увидеть хоть какую-то реакцию властей. Пока я этого не вижу. И меня это очень злит. Власти Греции уже признали. Ситуация вышла из-под контроля. В одиночку греки со стихией не справятся. И запросили помощь у других государств. Это сложный момент для Атики и тяжелую ночь для всей Греции. В эти минуты более 600 мужчин и женщин из пожарной службы тушат пожары. Три сотни машин распределены по трём фронтам. Сейчас мы все должны быть в полной готовности. Быть едины перед лицом этой беды, с которой столкнулись Атика и вся страна. Стихию, охватившую центральную Грецию, уже сравнивают с мощными лесными пожарами, которые в 2007 году унесли жизни более 60 человек. Тогда власти страны назвали причиной трагедии поджоги, с помощью которых оппозиция якобы хотела сместить действующего премьер-министра. Впрочем, на этот раз греческие политики отказались от теории заговора. Елизавета Хромцова, Вести.